Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 2 декабря, и Церковь предлагает нам за богослужение для нашего назидания и к нашему внимательному рассмотрению отрывок из послания апостола Павла к Эфессиным, глава 6, стихи с 10 по 17, и вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинною и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего, возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня, воскресный день, Церковь обращает наше внимание на строки из послания апостола Павла к Эфесиным, которые мы только что с вами прочитали. И в этом отрывке апостол Павел, автор данного послания, говорит нам образами. Обращаясь к аудитории, обращаясь к Эфесиным, он приводит яркие образы воина того времени. Действительно, мы видим о том, что он называет, перечисляет практически все элементы боевого вооружения тогдашнего воина-пехотинца. Но прежде чем перейти к этим метафорам, нам нужно посмотреть на первые несколько стихов. «Наконец, братья мои», — пишет апостол Павел, «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Это очень важный стих, ведь, может, один из важнейших в сегодняшнем данном отрывке. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Мы не должны надеяться только на свои силы. Сейчас очень модно, различные проводятся тренинги, вебинары, очень модно заниматься личностным ростом, где мы должны самосовершенствоваться, укреплять себя, полагаться только на свои силы, держать все под своим собственным контролем. Христиане говорят о том, что это неверный путь. И он неверный не потому, что не нужно полагаться на свои силы, не нужно прикладывать усилия, а потому, что в этом пути нет Бога, потому что все упование человек возлагает на себя и только лишь на себя, тем самым культивируя одну из самых главных страстей и врагов души человеческой – это гордость. Опираясь только на себя, человек может подумать, что все, что он заслужил, это только его заслуга, только он этого всего добился. И отсюда проистекают остальные грехи – высокомерие и многие другие. И апостол Павел говорит о том, что для христианина не стоит вопроса в том, кто наша главная надежда. И говоря о том, что Господь – наша главная надежда, апостол Павел укоренен в библейской традиции. Мы видим, как, с какой надеждой, с каким упованием, с какой верой выступают ветхозаветные праотцы. Сын Иакова, Иосиф, будучи проданным своими братьями в рабство, но перед этим они его чуть не убили, он не теряет надежды и всегда уповает на Бога, будучи он был в богатстве, в славе или же в тюрьме на волосок от гибели. Об этом же пишет и пророк и псалмопевец Давид в своих псалмах, когда говорит о том, что «пойду посреди синей смерти и не оставит меня Господь». Надежда. Надежда должна проистекать из твердой уверенности в Божьей помощи и в Божьем присутствии в нашей жизни. Если этого нет, то так или иначе будем пребывать в прелести духовном заблуждении. Поэтому и говорит, что главное укрепление человека – это его надежда на Бога. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было устоять против козней дьявольских. Действительно, христиане в преддверии конца времен, о которых много рассуждали, и апостол Павел пишет в своих посланиях о том, что будет ожидать христианство и людей на земле перед вторым пришествием Иисуса Христа, будет усилена борьба духов злобы поднебесных против рода человеческого. И именно в такие моменты и должны быть сосредоточены все внутренние силы христианина. И дальше апостол Павел будет говорить о том оружии, которым должен вооружиться христианин. Но здесь очень четко сказано апостолам о кознях дьявольских. Это не будет открытая война. И говоря об этом, блаженный Феофилакт Болгарский пишет следующее. «В чем состоит все оружие, это покажет несколько после. Но заметь, почему он не сказал битвы или войны, но козни? Козни есть обольщение и уловление посредством хитрости, ибо враг неоткрыто предлагает грех, например. Он не склоняет явно к идолопоклонству, но располагает к этому иным способом, коварствуя, то есть правдоподобным словом и пользуясь хитростью. Павел же указанием, что противник ужасен и изворотлив, ободряет их и побуждает к осторожности». Таким образом, мы видим, что будет неявная война. И для того, чтобы быть готовым к этой неявной войне, к этой хитрости, нужно быть во всеоружии. В чем же заключается это всеоружие? «Итак, станьте, припаясь, в чесло ваше истинное и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир». Несмотря на всю воинственность, оружие христианина — это мир. Мы должны вооружиться истинной и правдой. Не сказано, заметьте, справедливостью, а именно правдой, правдой Божией. Это два разных понятия, которые порой очень отстоят друг от друга, особенно когда идет речь о правде Божией и справедливости человеческой. Обувь ноги в готовность благовествовать мир. Не только апостол Павел говорит об этом образе обутого человека, готовящегося проповедовать мир. Об этом сказано в пророчествах Исаии, о том, что как сладка участь того человека, который идет проповедовать Бога. «Ипаче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Итак, мы видим, что оружие христианина – это истина, это ноги, обутые в готовность проповедовать, благовествовать мир. Это меч духовный, который есть Слово Божие. Наш меч – это наше знание Слова Божие. Чем, в принципе, мы здесь сейчас с вами и занимаемся? Мы вооружаемся для того, чтобы противостать той хитрости, которая изобилует в этом мире и которая уводит верных чад в сторону от спасительного Слова Божия о кресте, о том, что Иисус Христос умер за нас на кресте, в третий день воскрес по Писаниям, вознесся на небеса и сел одесную Бога Отца. Будем помнить об этом, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое при и выше небес. Субтитры создавал DimaTorzok